Разберемся с самым началом дарминских мыслей. Строго говоря, идея принадлежит не дар, но на занятии у английского экономиста Мальклеса. Модель Мальклеса. Дело так. Следующее предположение вполне основательно, что со временем рост численности людей будет идти геометрическая прогрессия, а рост производимого продукта в линейной. Поэтому мы получим вот что. Итак, вот давайте, это у нас будет ось количества, а это у нас будет ось времени. Смотрим, сколько с численности людей. Числость людей будет изменяться в соответствии с вот этим границем. Но если людей становится больше, то они производят больше продуктов. Поэтому количество продуктов должен будет увеличиваться. Но количество продуктов увеличивается не так. Почему? Числость людей. А причина очень простая. Вообще-то, за исключением 20-го, ну и начала 21-го века. Сколько детей в каждой семье у нормального человека было? Ну, 28. А, ну и 8. А вы понимаете, что именно это является нормальным количеством детей, именно это является нормальным семьёй. А вот то, что сейчас, когда в лучшем случае папа, мама и ребёнок, это такое бледное остаточие, которое может существовать только в условиях мегаполисной культуры, но это отдельное, тем мы об этом говорить не будем. Вопрос в том, что количество детей в каждом поколении, вот если народ не исчезает, не вымирает, скажите, у этого народа в каждом поколении больше рождаются, чем их умирает? Или больше умирает? Больше рождаются. Больше рождаются. То есть количество детей всегда больше, чем количество детей. Как Китай. Поэтому за Китаем будущее, в отличие от России. потому что при сохранении нынешней ситуации россии просто кончится через полтора века а китай к этому времени будет полностью доминирующей культурой на планете так можно если вам угодно смеяться над этой ситуации ха-ха-ха как в китае ну да китай также вторая экономика в мире после соединенных соединенных штатов первая экономика в мире но есть подобные статус хранится всего через восемь лет китай станет первой экономикой в мире обогнав судьбенную штуку а россии на какого места на одном самом деле пальчик на руке не хватит у китая одна скорость роста а у нас с вами извините несколько другая а здесь важно что смотрите вот нас изменение количества людей скажите создают продукты в основном взрослые люди а дети создают и потребляют потребляют если в каждом поколении детей больше чем родителей по каждому поколению а кого больше соотношение двух двух создателей потребителя потребителей больше чем создателей если у нас общее увеличение численности то указывается как вот мы увеличиваем численности на себе но у нас при этом потребление растет быстрее чем созидание поэтому будет ли накопление продуктов идти по этой же нет нет накопление продуктов пойдет вот так ну по словам продукты имеется в виду не только человек а теперь давайте посмотрим очень интересно в историю культуры закономерно предположить все несколько разных целей вот скажите течение этого времени со временем количество продуктов как будто приходящихся на каждого человека уменьшается увеличивается или остается не уменьшается увеличивается ребят золотой ветер представление о том что раньше все было лучше раньше все было хорошо помнят как вы видите по марте вполне понятно кто сберутся начиная с этого момента времени идет время с течением времени что произойдет уменьшается все хуже и хуже живется почему злобные враги так идеологические диверсанты извращение культуры да нет посмотрите это играет как математика это соотношение численно хорошо вот это типовая после этого момента времени соотношение в размере населения и количество продукта производимого становится настолько отвратительно что нормально жить нельзя какой будет начиная с этого времени либо уходить с этой территории у нас пошло великое переселение народа ищем новые места где мы будем основать время новых вот таких точек либо война с соседями а плюс к этому в этой точке вот плотность населения резко возросла значит что с вероятностями эпидемии резко возрастает поэтому как правило что в этой точке будет происходить снижение но не до низкового размера а все-таки до слегка более высокого поэтому дальше следующая фаза следующая пересечения следующая надо сказать что современные точки зрения по строению мальтуса конечно крайне упрощен современная социология экономика конечно распишет процесс значительно более подробную службы и покажет что в ряде случаев он идет просто от символа но даром воспринимает именно эту идею мальтусского а точнее вот такое мальтусское исходя из мальтуса такое состояние которое называется конкуренция является чем-то патологическим безнравственным необязательным или абсолютно необходимой составляющим развитию божьих городов совершенно естественно абсолютно необходимая вещь при этом на какой фазе развития конкуренция будет возрастать а вот здесь понятно почему потому что народ больше доля ресурсов приходящихся на каждую потребителю уменьшается всего всем не хватает ну и вот как даже а даже очень интересно играть с мальтусской идеей это действительно такая хорошая мальтусская идея